Почетный гражданин городов Воронежа и Борисоглебска профессор Игорь Степанович Суровцев сегодня празднует свой день рождения. Он прошел большой научно-педагогический путь от инженера до проректора по экономике и программам развития Воронежского государственного университета. С 2002 по 2012 годы был ректором Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, а сегодня является его президентом. Он ведет суперактивную гражданскую деятельность. Перечислить все общественные должности Игоря Степановича кажется невозможно. Он член Национальной палаты при губернаторе. Председатель Межконфессионального совета при областной думе и ее депутат. Председатель Общественной палаты города Воронежа. Профессор Суровцев частый гость студии Свободного Воронежского интернет-канала. Он всегда готов поделиться своими мыслями на самые разные темы, дать оценку тому или иному событию. Мы рады, что Игорь Степанович является заместителем председателя Общественного совета СВИК-ТВ. Нашей съемочной группе удалось побывать в кабинете именинника, куда его пришли поздравить самые близкие друзья и коллеги с творческими подарками и сюрпризами. Много дней, гоманчивых идей, мы другой такой души не знаем, чтобы столько умещалось в ней. У нас приближается 70-летие победы в Великой Отечественной войне и Российский союз ветеранов во главе с генералом армии Моисеевым обратился с просьбой президенту отчекам памятные медали в связи с 70-летием. И принято решение, значит, 70-летие Сталинградской битвы, Курской битвы и к 70-летию пока нет. Поэтому из всех на этих медалей самая крутая считается 70 лет Сталинградской битвы, потому что Сталинград это символ, это начало коренного перелома в войне. Поэтому я с удовольствием представляю это от генерала армии Моисеева, по поручению. Не-не-не-не, того, кто привез, я ответы вручил. Ладно, ладно, ладно. Сейчас. Сейчас. Как говорят студенты, все по чесноку, да? Да. Поэтому. Не заколи там. Не-не-не. Не-не-не. Не-не-не, не уколи. Да, я сразу думаю, сейчас как и раз. Нет, ну чего, все будет. А то все не без бездарки, российские. Ала, это вырезать. С большим удовольствием сегодня хочу от всех тех, которые знают его, это члены национальной палаты, городской палаты, представители всех общественных организаций, моих личных друзей, поздравить нашего замечательного, я бы сказал, великого гражданина города Воронежа. Я уже спрашивал у него, кто он, чиновник или общественный деятель. Обычно же у нас как говорят, чиновников всегда ругают, мы привыкли. А он и чиновник, и общественный деятель. Но он успевает все сделать. Помочь нуждающимся. Это удивительная черта. У него еще удивительная черта, видимо, от того еще, с того нашего замечательного, замечательной стороны Советского Союза, любит уважать всенародие и национальности, независимо от религии. И это качество его сегодня объединяет всех нас. Он равен со всеми, с любовью, уважением и беспокойством. Всем помогает, всех поддерживает. Я всегда говорю, Игорь Степанович, как же у тебя так получается, успеваешь всюду. А потому он успевает, потому что он делает это с любовью. Делает он абсолютно без всякого личного интереса. Я его называю всегда, человек от Бога. Он посланник Всевышнего на земле, друга наш на земле, божественной. День рождения – это когда человек родился. А все остальные эти встречи с друзьями, вы сами убедились, сколько друзей, сколько людей хотели увидеть и поздравить, сказать доброе ему слово, так называемое, сказать ему человеческое спасибо. Такие люди будут жить в России и будут процветать. Это яркий пример настоящего русского человека. Вот поэтому и мы любим, уважаем. Я думаю, еще много и много он сделает для того, чтобы процветал наш замечательный город и нашу Россию. С днем рождения, брат наш Игорь Степанович.